Мир Big Data И мне иногда посещают мысли, а можно ли где-то как-то вот эти вот миры Big Data Enterprise пересечь? Можно ли использовать технологию Enterprise в Big Data? Это другой доклад. Но можно ли использовать Big Data в Enterprise? Вот это то, о чем бы я хотел с вами поговорить. Это, на мой взгляд, интересно и вопрос, он открытый. Можно ли Big Data использовать Spar, Hadoo в обычных Enterprise проектах? Будет ли это выглядеть вот так вот? Когда мы берем что-то и просто из пушки по воробьям, что называется, или все-таки имеет или не имеет смысл? Вопрос этот открыт, откровенно говоря. И мне нравится аналогия, которая пришла к нам из физики. Все знают теорию относительности общего Эйнштейна и квантовую механику. И долгое время физики пытались построить единую теорию поля, которая будет объединять оба вот эти вот две большие, скажем так, области знания физики. И они до сих пор, откровенно говоря, еще в процессе, но они стараются это сделать вначале из спортивного интереса. Откровенно говоря, эти области живут друг без друга. Ну, это микромир, это макромир. И только лишь в 50-х годах, когда появились уже там черные дыры, например, появились объекты, которые сочетают в себе какие-то качества микро и макромира. То есть это то место, где действительно эти миры должны соприкасаться и возникают всякие интересные свойства. То есть такая теория не просто становится интересной, она еще становится полезной и нужной, она объясняет многие вещи. Тот же самый код Шрэдингера, если помните, когда код может умереть, он находится в живом и не в живом состоянии, в зависимости от того, как у нас атом делится. К чему это все говорю? К тому, что на самом деле кажется на первый взгляд, что бигдата – это что-то такое большое, это большие скорости, сотни тысяч щек в секунду месседжей, это какие-то там терабайты и петабайты данных. А Минтерпрайз – это же вроде как просто, это какой-то там заказчик аморфный, какие-то там требования. Можно ли? Оказывается, можно. И я считаю, что… Сейчас, секундочку. Во! Можно! Да, можно поженить Spark, а я бы даже сказал, подчинить Spark нужным бигдаты. Вполне можно использовать, и мы даже продемонстрируем, и я даже покажу вам пример работающего приложения, если, конечно, ничего не произойдет форс-мажорного. Да, ну для начала такое небольшое социоисследование. Кто вообще занимается джавой? Окей. А кто любит Java 7? О, есть пара урок. А Java 8? А кто любит скалу? Отлично. А кто любит Spark? А кто любит Дональда Трампа? Да, ну вообще, если честно, а кто работает с бигдатой? Есть пара урок. Супер. Ну что ж, я надеюсь, будет интересной теме другим. Подозреваю, что большинство людей все-таки работают с интерпрайзом. Собственно, и на это, наверное, целено мой месседж. Но тем не менее. Итак. Классический подход. Классический подход заключается в следующем. У нас есть обычный enterprise stack приложение, в котором есть три слоя. То есть у нас в таком базовом варианте user interface, потом у нас есть некоторый service, и где-то у нас data store. И если мы возьмем Zoom и посмотрим, что у нас глубже, то у нас классический stack. Когда у нас есть presentation layer, у нас есть service layer, у нас есть domain layer, у нас есть DAO. И где-то рядышком обычно отцы-основатели рисуют infrastructure, потому что он не внизу, а где-то к нему имеют все свои доступы. Вот, академическая картинка. Здесь есть нюансы. Нюансы заключаются с тем, что у нас наши… Ух ты, кто-то, наверное, сверху уходит, да? У нас наши DTO-шки несут в себе знание, информацию о read и write моделях. То есть у нас есть read requests, которые требуют вытащить данные, и есть какие-то команды, которые уходят на сервер для выполнения бизнес-состояния, изменения бизнес-состояния приложения. И они внесут в себе информацию, которую мы отдаем. И часто бывает, здесь возникают вопросы. И, может быть, знатоки знают, к чему я клоню. Я клоню вот к этому человеку. Кто знает этого человека? Парочка человек. Это Greg Young. Да, это человек, который был в вашем городе. По-моему, 4 года назад он был на конференции Network. И такой вот непритязательный человек вышел на сцену, рассказал про какой-то CQRS, event sourcing. И как он начал рассказывать, было видно, как у людей загораются глаза. И когда он закончил доклад, его просто облепили, как мухи, как пчелы. И задавали вопросы, вопросы, он отбивался, отбивался. Но он всем ответил. Он харизматичный человек. К чему я это все рассказываю. Он засеял в Украину, потому что в тот момент приехало очень много людей, в том числе я со всех разных городов Украины. И мы просто обалдели, что есть такая целая область, в которой мы не слышали. И я признаюсь, что с того времени очень много проектов и у вас, и у нас, и в Киеве за фейлиос, потому что все хотели этот CQRS запихивать куда только можно и не можно. И самое страшное, они еще пытались event sourcing туда запихивать. Я не буду сейчас уточнять, что такое event sourcing, CQRS, эти слова. Уверен, кому интересно, кто хочет развиваться в области enterprise и в области big data, это не пустой звук, и можете посмотреть, почитать. Я немножечко зацеплю CQRS, как входные двери в этот мир eventual consistency. И, собственно, вот этот человек, которому очень благодарен, который открыл для меня этот мир. И если мы все-таки вернемся обратно к нашему слайду и посмотрим вот эту картинку классическую трех, то с точки зрения CQRS это будет у нас выглядеть вот так вот. Смотрите, действительно, у нас появляется разделение приложения на две части. Первая часть, так называемая write-модель, она отвечает за получение команд, и те DTO, которые идут на формирование бизнес-команд, они никакого отношения не имеют с теми DTO, которые у нас, соответственно, идут наверх, наоборот, возвращаются в get-запросах. И причем вот это вот разделение, да, read и write-модели, оно может быть на самых разных уровнях. Кто-то может решить начать разделять на уровне прямо интерфейса вашего API. То есть у вас будет отдельный endpoint для read-моделей и отдельный endpoint для write-моделей, это будут namespaces. Кто-то захочет, например, и скажет, нет, я хочу иметь унифицированный Rust API, но я хочу разделить это на уровне бизнес-логики, на уровне сервиса лейра. И у вас там просто будут совершенно разные классы, которые не будут пересекаться вообще. Это даже могут быть разные приложения, как, например, в нашем случае со Spark. Ну и, конечно же, есть data store. Технически это могут быть разные базы данных. И часто так делают, когда говорят про Secures, разносят вообще. То есть, в принципе, вы можете остановиться, разделяя логику на любом из этих слоев. И может так случиться, что у вас тут будут вообще разные приложения. Такое возможно. Есть примеры. Если мы посмотрим под зумом, то смотрите, все просто. Опять же, слева у нас write-модель, справа read-модель. У нас есть юзер-интерфейс, который посылает команды. Команды он посылает в некоторый команд das. И у нас есть некоторые команд-хендлеры, которые просто обрабатывают по одной. Все синхронно, все красиво, все изжачно. Тут у нас есть доменная модель, доменные объекты. И важно понимать, что эти доменные объекты никакого отношения к read-модели не имеют. Вообще. Вообще. И у нас есть обычные репозитарии, те самые репозитарии, которых воспевал Мартин Фаулер, о которых красноречиво говорил Эрик Эванс и многие-многие другие известные люди, которые, по сути, просто пишут в ту базу данных, которая имеет отношение к нашей read-модели. Будьте здоровы. У нас есть, смотрите, как получается. То есть как же данные все-таки попадают наверх к пользователю, когда он хочет что-то сделать get. Дело в том, что репозиторий fire-ит ивенты. Ивенты об изменении бизнес-состоянии наших доменных объектов. Тут много нюансов, я не буду уточнять, как это происходит. Там есть всякие aggregation руты и прочее. Опять же, кому интересно, тот это изучит. Но в двух словах, они fire-ит ивенты о случившемся состоянии. Там, например, пользователь был добавлен или состояние пользователя было изменено, например, с какой-нибудь там draft в removed. И у нас есть другой бас, который event-бас, в который эти ивенты складываются. И есть ивент-хандлеры, которые уже относятся к read-модели. И они, по сути, накатывают эти патчи, накатывают эти месседжи на read-модель, на ту базу данных, которая отвечает за read-модель. И, по сути, к этой модели у нас здесь не будет никаких мощных транзакций. Мы просто делаем ее up-to-date. И максимум, что мы будем с этой базой делать, мы будем постоянно к ней обращаться на чтение. Дай мне это, дай мне то, дай мне это, дай мне то. И, по большому счету, вы знаете, что в большинстве корпоративных систем 90% операций – это, по сути, операции чтения. И это хорошо ложится на эту схему. То есть, вот у нас query и dto. Query и dto. Все-таки трусится, да? Это не у меня в глазах. Да нет, они не трусятся. Нет? Окей. Так, хорошо. Собственно, вот эта классическая штука, как работает Secrets. И нам очень важно, чтобы вы поняли вот эту идею. Потому что, по сути, я ее буду как бы показывать в приложении. Смотрите. Еще есть один такой момент. На самом деле, картинка хорошо скейлится. На самом деле, может так случиться, что вам потребуется сделать несколько read-моделей. Ничто не мешает вам создать две, три, четыре, пять. Ну, вот здесь я две сделал. То есть, ивенты общие, а перестройка моделей под нужды приложения конкретного, да? Конкретного юзер-интерфейса, своя. Это дает массу преимуществ. Вам не нужно в одной структуре данных иметь часть полей, которые отвечают за это, за это, за это. Или, например, часть полей, которые отвечают за команды, а часть полей за, собственно, чтение данных, которые мы возвращаем наверх. Уверен, многие из вас сталкивались, вводили какие-то искусственные флаги, какие-то поля disabled, не disabled. Это больная тема для многих людей. И вот это позволяет вам сделать ваши DTO-шки более такими вот, как жесткий корсет. Они дают ровно то, что нужно отдавать. Это очень удобно. Это выигрывают и API выигрывает, и разработчики выигрывают, выиграют все. Ну, есть обратная сторона – сложность. Это все-таки чуть посложнее, чем обычное монолитное приложение. Тем не менее. Итак, я буду показывать вам приложение. Построим, давайте, приложение для каких-то там бюллетеней, какой-то, может быть, записная книжка, доска объявлений, в которой будет всего две фичи. Мы сделаем две фичи. Первая – это просмотр всех объявлений. Второе – это добавить одно объявление, в котором будет фактически два поля. Это пользователь, ну и, собственно, содержание этого объявления. Все очень просто. Как вообще будет устроено это приложение? Ну, смотрите, вот тот же самый у нас Secrets-картинка. Слева – writes, право – read. У нас есть command-handler. И у нас появляется Kafka. Надеюсь, слышали про Kafka, да? Нет, не слышали? Рекомендую. Но это атомное оружие. С ним надо быть очень аккуратным. Можно и ногу прострелить себе. Но вообще это очень хороший MessageBus. Правда, очень хороший. Да, это MessageBus. Он будет принимать команды. У нас будет Spark, который будет фреймворком, отвечающим за чтение команд из Kafka. И он будет запускать наши command-handlers. То есть, откровенно говоря, это будет другое приложение, которое будет отличаться от этого приложения. Дальше все то же самое. Алло? Да. Дальше все будет то же самое. У нас будут доменные какие-то модельки, которые, репозитории. Все будет по науке складываться в наш Mongo базу данных. Я решил Mongo для простоты. Но это может быть любая база данных. И еще одно упущение. Я упростил себе жизнь. Я решил использовать одну базу данных на read и на write. Даже более того, я использую одни и те же коллекции и на read и на write. Ну, для упрощения в реальной жизни вы можете и пойти дальше и разделить. Каждый решает сам. Ну и дальше у нас query-facad. Это у нас будет другое приложение. Просто будет читать эти данные. Все просто. Итак. Дальше. Да. Какой у нас стек? Стек очень простой. Значит, для фасад приложения мы будем использовать Java 8. Мы будем использовать Spring Boot и MVC. Мы будем использовать Mongo. Для приложения, которое у нас write-model, Command Processor. Мы будем использовать Kafka. Scala. Уже не свежая. Видите как? Уже вышло 2.12. Уже все. Надо будет обновить. Spark тоже, кстати, чуть-чуть не свежая. Уже там вышла другая версия. 2.1, по-моему, вышла. Мы об этом поговорим. В общем, вот такой вот стек для двух разных приложений, которые будут хоститься в одном проекте. С точки зрения Deployment View я буду использовать Docker, чтобы поднять ZooKeeper, Kafka и Mongo. Обратите внимание. У нас наш фасад, который Spring приложение, оно коммуницирует напрямую с Mongo. Да? И по большому счету все. А, еще с Kafka. Да, ну конечно. Оно в Kafka посылает команды. А Local Spark, который я буду запускать локально у себя на машине, он коммуницирует с Kafka, потому что он принимает команды. И Mongo, потому что он пишет данные туда. И таким образом Local Spark не коммуницирует с фасадом. Эти приложения друг друга не видят вообще. И в этом есть очень важная цель. Да? Все полностью развязано через ивенты. Так. Ну что, погнали. С вашего позволения я немножечко попедалю. Ну, на самом деле все не так будет страшно. У меня уже все готово. Я извиняюсь. Я буду увеличивать. Значит, у меня вот есть несколько здесь проектов. Есть Fasad, Common и BL-процессор. BL-процессор – это Spark приложение. А Fasad – это наше, собственно, Spring MVC. Давайте посмотрим, что здесь есть. Очень простое приложение. Обычный Spring Boot. Здесь, по сути, ничего хитрого нет. Самое интересное начинается в контроллере. То есть это вот тот вот самый… Видно? Это вот те наши два endpoint, о которых я говорил. Две фичи. Да? Это получение списка всех наших дорогих бюллетеней, объявлений. И второе – это создать объявление. Мы просто вызываем message bus. У нас тут два избина. Ну и ту команду, которую мы принимаем извне, мы просто редиректим дальше в Kafka. Все как бы вроде просто. Так и есть. Какой у нас домен? Давайте посмотрим на домен. Бюллетенчик у нас состоит всего-то, в общем-то, из четырех полей. Это id data after message. Репозиторий. Ну, это спринговый репозиторий обычный. Единственное, что здесь я кастомизировал, я создал read-only репозиторий. Почему? Потому что те спринговые репозитории, которые я нашел, они, по сути, либо крат, либо скрат с дополнительным сахаром по поиску и по pagination. Мне это не подошло, поэтому я выделил те методы, которые мне нужны, чисто на read-only, ну и выложил в отдельный интерфейс. Все, надеюсь, просто пока, да? Давайте посмотрим теперь, что у нас в common. По сути, в common у нас вот тот message bus, который у нас есть. Смотрите, здесь тоже довольно все просто. Мы подключаем кавковский темплейт, который знает, как работать с кавкой. Мы просто сделали абстракцию вокруг него через message bus. У нас здесь, по сути, вот я просто передаю этот message, который я принимаю. Дальше я его сервизирую в JSON и дальше в кавку фигачу. Из интересного здесь используется Snacky's Rose. Кто пользуется ломбоком? О, очень хорошо. Ну, те, кто не используется, обязательно сегодня откройте википедию, не знаю, что еще. Посмотрите, это очень хорошая штука, она вот очень может сэкономить вам жизнь, работая с джавой. Да, сэкономить калории, которые вы потратите, работая с джавой. На самом деле Snacky's Rose здесь позволяет вам фактически не править сигнатуры. Многих раздражают эти вот, нужно постоянно править сигнатуры джава методов, добавлять туда эксепшены, которые должны быть там, потому что метод explicitly их указывает. Snacky's Rose использует мощь припроцессинга и фактически аопа. И за вас это делают самостоятельно. Если мы посмотрим сюда, например, то мы можем увидеть, что здесь, видите, JSON processing exception есть. И чтобы я его здесь не указывал, я использую Snacky's Rose. Окей. Итак, что у нас здесь есть еще? У нас есть, собственно, наша команда. Команда, которую мы передаем, ну, правила для добавления нашего объявления. То есть after message – это тот, который мы получаем в Spring и используем. Ну и abstract command – это просто базовый класс на будущее. В общем-то все. Теперь давайте рассмотрим наш Spark application. Преимущество такого подхода, что вы можете на самом деле то писать на Java, а это писать на Scala. Интересно? Может быть. Кому это понравится? По крайней мере, это аргумент. Раз Spark, люди все-таки часто используют Scala для того, чтобы работать на Spark. Ну, действительно, более бесшовные интерфейсы, более элегантные конструкции получаются. И это может быть в каком-то смысле обоснование, почему Scala, а не Java. Ладно, значит, смотрите. В Spark приложении здесь есть несколько классов, но самый важный, наверное, это тот класс. Надеюсь, я не испугаю Scala синтаксисом. Все довольно просто. Здесь используется пасхалевидная нотация, когда объявление типа идет через двоеточие после переменной и используются активно валы и вары. Вары, наоборот, это антипаттерн считается, но валы – это как признак объявления переменной. Ну, смотрите, этот класс мною создан для того, чтобы обрабатывать команды, которые приходят нам из Kafka. И, по сути, здесь просто команды для Spark. Я создаю Spark-контекст, стриминг-контекст. Я здесь его настраиваю и говорю, что, дружище, вот этот код будь добрый, я ее выполняю каждый раз, когда приходит какая-то команда. Я здесь ее вытаскиваю, сервизую из JSON, здесь вытаскиваю тип и использую pattern matching для того, чтобы понять, что это у нас команда добавления. И как только я понял, что это команда добавления, я ее привожу к этому типу и вызываю handler. Тут есть небольшой секрет. Для тех ребят, кто работает с Spark, возможно, известна проблема. Вот в этой части кода, которая, по сути, фактически она дистрибьютится. Вот это та часть, которая будет выполняться, если вы будете использовать Spark в распределенном режиме, то она будет выполняться на машинах. Это скейлится вещь. И здесь должен быть тот код, который сериализуется. Но бывает очень нужно, очень нужно вызывать какие-то бины, которые не сериализуемы. И как быть? Вот тут показан пример, как быть. Для тех, кому интересно, на GitHub есть пример, они потом посмотрят. Вот этот хендлер, который умеет хендлить команды на добавление, он не сериализуемый бин. Но он вызывается здесь, как ни в чем не бывало. И проблем никаких нет. Вот вам ad hoc, как это можно обойти. Давайте в него заглянем. По сути, ad-bulletin-хендлер устроен очень просто. Мы к нему даем ссылочку на репозиторий, который знает, как работать с Mongo. Это еще одна реализация, уже не спринговая, а на скале для работы с Mongo. Она очень примитивная, тупая, только для этого примера. И, собственно, смотрите, что я здесь сделаю. Я конвертирую команду в доменный объект, потому что я работаю уже с доменом, типа domain-driven-design. Я же не могу команды квать базу данных. Поэтому я конвертирую, получаю entity и entity бросаю в репозиторий. Если надо какая-то дополнительная бизнес-логика, она как раз может находиться здесь. Собственно, вот мой домен, то есть вот мой case-class. Вы знаете, что в Scala флаг такой, все должно быть immutable. Вот это пример case-класса, который является, собственно, олицетворением immutability. Дальше, ну, собственно, abstract repository – это trade, это просто базовый интерфейс, который я просто использую одну команду. Ну, мне больше не надо. Для тех, кому надо, могут добавить дополнительные команды. Как правило, здесь в основном будут команды репозитория на модификацию. На добавление здесь очень мало, потому что, ну, эта часть кода не отвечает за read-модели. Пожалуй, все. Пожалуй, все. Какие-то есть служебные вещи. Собственно, сам application context. Там просто все бины связываются друг с другом. Это, я не думаю, что имеет сейчас большой интерес для вас. Да, я упомянул, что я буду использовать Docker. Поэтому я создал вот такой вот Docker Compose файл, в котором я поднимаю ZooKeeper, Kafka, Mongo. Для тех пацанов, кто использует Mac, вот эта строчка просто очень обязательная. Потому что под Linux Docker можно запустить в режиме Local Network, и у вас как бы порты будут экспользоваться между всеми сервисами. Под Mac все не так просто. И вот это позволяет, собственно, вашему консюмеру достучаться до Kafka. Ну, кому интересно, потом могу рассказать отдельно. Понятно, да? Кто Docker, кстати, использует? Прекрасно. А вот интересно, кто из вас использует Docker в продакшене? Как именно микросервис-контейнер? Ух ты. А кто использует для интеграционных тестов? Ух ты. Ну, так и должно было быть. Больше рук для интеграционных тестов. Да, вот люди боятся использовать Docker на продакшене. Ну, есть нюансы. Но в целом я могу сказать, что это хорошая штука. Так, ну что, полетели. Значит так, давайте мы запустим сначала Docker-контейнер. Итак, я запускаю, что я запускаю? Kafka, ZooKeeper и Mongo. Все в одном контейнере? Нет, от отрязанных контейнеров они связываются через Docker Compose. Все. Ну, теперь давайте запустим сначала наше Spark-приложение. ZooKeeper? ZooKeeper? ZooKeeper нужен Kafka. Я бы и сам рад от него отказаться. Так. И запускаем наш фасад. Да, Spring Boot-приложение. Еще раз. Ну, смотрите. ZooKeeper – отдельный продукт. Если мы говорим про конкретную дистрибуцию, то есть люди, которые сами готовят свои Docker-контейнеры. Кто-то включает, кто-то нет. Самый известный Docker образ – это от Spotify. Но эти сволочи используют только Kafka 8. Есть. Ну, вот я решил взять вот этот Wurst Meister. У меня он полностью подошел. Тут есть и десятка тоже, Kafka, если кому надо. Итак, вроде стартовали. Вроде законнектились. Наверное, да, законнектились? Что-то законнектилось. Ну что, давайте попробуем теперь что-то получить. О! То есть я попытался вытащить список бюллетеней. Естественно, у меня пока объявлений нет. Он пустой. Это, собственно, обращение было к рид-модели. Давайте теперь что-то создадим. Давайте мы создадим месседж, в котором будет автор Alice, и она напишет что-то простое. Ну и отправим эту команду на сервер. Все. Ну, время 330 секунд. Давайте теперь мы сделаем боб, потому что первый запуск парка – это как бы холодный старт, и первая команда обрабатывается дольше. Вот уже 10 миллисекунд, видите? То есть, по сути, требовалось просто поместить команду в месседж бас, и дальше он возвращает. Ну, естественно, мы ничего наверх не возвращаем. У нас типа все синхронное. Вот так это работает. Ну и, соответственно, если мы обратимся к нашим объявлениям, то мы получим вот два наших объявления. секретарь в действии. Секретарь в действии. Пока понятно? И тут заказчик довольный. Парни, вы сделали это. Мы сделали потрясающее приложение, которое даже работает, которое делает две очень важные для меня фичи. Но заказчик погрустнел. Он сказал, эй, чуваки, подождите, а что если у меня команда, ведь команда обрабатывается асинхронно где-то там хрен знает где, что если у меня команда обработается позже, чем я захочу вытащить это объявление? Да? Оно может обрабатываться 500 миллисекунд, а я сразу же вытаскиваю список объявлений, да? И ее там нет. Как быть? Беда? Что же делать? И это проблема. Это вообще проблема асинхронного программирования, секретарь в частности. Вообще это асинхронный хелл, так можно его назвать. Выходит Грег Янг и говорит, чуваки, все нормально. Проблемы нет. Пока у вас вы сделаете get-запрос, пройдет нужные там 300-400 миллисекунд, не парьтесь с JavaScript, вы уже вытащите этот объект, который вы только что создали. И он где-то прав. На самом деле, действительно, в реальной жизни так и получается. Но червячок сомнения некрасиво получается, да? Кто-то Грег Янг говорит, хорошо, хорошо, ладно, ладно. Вы можете пулить ваш сервер на предмет, а добавился ли объект с этим айтишником. Ну, решение. Согласитесь. Не очень хорошее, но решение. И часто бывает это хорошее дешевое решение, в то время как правильное, может быть, и сложное решение может стоить значительно дороже, чем такой хак, который будет работать. И Грег Янг его благословил, кстати. Да. Еще одно решение более правильное. Многие, возможно, из вас это делают. Фактически это вот третий подход. Когда создают отдельный пуш канал наверх в наше веб-приложение, и по веб-сокетам или по лонг-пулам просто вот эти вот ивенты, о том, что команда была сделана, о том, что сущность была добавлена, они отправляют наверх. Все нормально. Такой подход действительно есть. Он сложный, потому что об этом теперь знаете и JavaScript-приложение, и ваш веб-сервис, все знают об этом. И нужно это все развязывать, связывать шнурками, это тяжело. Есть третий подход. Когда сами RESTful методы синхронные, и просто вот эта команда на добавление бюллетеня, она не замрет на время выполнения команды. И респонс вернется человеку, end-юзеру тогда, когда команда уже была обработана правильно. Так тоже можно сделать. Кстати, в вопросе к вам, как проще всего достичь вот именно этого подхода? Как достичь синхронности RESTful интерфейсов? Кто может подсказать? Нет, именно RESTful API. Так сделать так, чтобы RESTful API, условно говоря, замирал в ожидании и возвращал респонс пользователю тогда, когда команда была выполнена гарантированно. Как это сделать в нашей синхронной архитектуре? Ну, в одном потоке, у нас же разные приложения, а это разные процессы. Мы не можем их создать в одном потоке. Мы можем это сделать только разве что в интеграционных тестах. Как? А к чему лочится? К запросу. И что? Ну, хорошо, мы залочим запрос, но нам же никто не скажет, что команда выполнилась. То есть должен быть какой-то механизм, чтобы нам сказал, эй, RESTful метод может дальше передать ответ обратно. Или там считай, она уже добавилась в базу данных. Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Смотрите, в нашей старой архитектуре у нас был месседжбасс Kafka, который обслуживал команды. Что если мы его будем использовать для доставки и нотификации о том, что команды были обработаны? То есть мы введем еще один ивент, тип ивента, который говорит о том, что команда выполнена. Все просто, да? И таким образом у нас, смотрите, добавляется вот такая штучка. Коммент-хендлер, как только добавил, обработал команду, он шлет ивент в Kafka, а наше приложение, оно слушает этот ивент. И как только ивент обработан, оно просто фактически наверх сообщает, ну возвращает респонд, что команда добавлена. Таким образом мы уходим от этого хэла, на самом-то деле. Ну как уходим? Не все любят синхронные RESTful методы, потому что в это время потоки будут ждать, мы как бы захватываем поток. Я решил эту проблему через deferred result, как попытка решить, да, вот освободить поток на время. Но, тем не менее, все равно осадочек остается. Тем не менее, это хорошее решение. Давайте посмотрим теперь, как у нас будет в нашем приложении это сделано. Итак, сейчас мы откроем. Беда, беда. А может быть это Java было? Скажу, Spark был. Да, это идея. Так, блокинг. Вот он, вот он блокинг. По сути, ну откровенно говоря, если так разобраться, давайте я пока закрою, чтобы спойлеров не было. Какие мы вносим модификации в наш код? Да, значит, смотрите, начнем с контроллера. Ну, собственно, вот у нас наш get. С getом все просто, он не изменился. Теперь давайте рассмотрим наш create endpoint. То есть у нас вот тот message bus с той разницей, что мы ввели deferred result для того, чтобы не лочить данный тренд, а его сразу освободить. Я как бы в deferred result потом буду фигачить. Я передаю сюда, что я передаю? Callback. Как бы, ну да, мир фьюч и все такое, но я использую callback. Да простят меня боги. Я, по сути, сюда передаю функцию, которая вызовется, когда команда будет завершена. Как я это сделал, я расскажу чуть позже в message bus. Но он вызовется и, смотрите, я просто смотрю. То есть если команда успешная, то, соответственно, я как бы вытаскиваю этот объект из репозитария и сразу его возвращаю как результат этого метода. Ну и, соответственно, если ошибка, я выдаю эту ошибку наверх. Ну, примитивно, но работает. Теперь давайте посмотрим, какие еще я сделал модификации. Ну, во-первых, у меня мой message bus поменялся. Смотрите. В прошлый раз у меня был вот этот вот метод в message bus. Я его за overradio добавил еще один, который принимает callback. Я ввел специальный мэп, concurrent-хэш-мэп, для того чтобы держать вот эту связь айдишников с callback. Я должен где-то держать это, да, вот эту пару. И я сделал кавкалиснер здесь, который просто получает ивент от нашего команд-хендлера и просто смотрит, как бы есть ожидающие лиснеры на выполнение этих команд. Если есть, да, вот контейнки, то мы его, собственно, вызываем. Вот вызываем accept, callback вызываем, да. И удаляем его соответствующего, делаем clean-up для нашего мэпа. Вот такая вот простая идея и она позволит нам сделать мир синхронным. Теперь давайте посмотрим, что у нас со стороны Spark. Со стороны Spark тоже потребовалось несколько сделать изменений. Ну, во-первых, у нас, в общем-то, вот наш был мэчинг старый. Нам теперь нужно возвращать команду. То есть идея в том, что мы из Spark, у нас есть RDD данных, то есть фактически мы читаем из кавки RDD команд, и мы возвращаем обратно в кавку RDD ивентов о том, что команда выполнена. И вот я строю команду, ивент, который говорит о том, что команда выполнилась успешно. Ну и в случае, если у меня была какая-то ошибка, я сформирую команду, которая говорит о том, что неуспешно, ну и передаю код ошибки. Да, вот это у нас false, succeeded. Ну и дальше я пробегаюсь по всем этим вот ивентам, которые обрабатываю, и вызываю message bus send. Это очень примитивная идея, на самом деле. Правильнее было бы сделать через Kafka Connector, но тогда не будет видно явно, собственно, что я здесь делаю. Вот такая вот идея. Кстати, используется Scala-полумонада try. То есть это не конструкция языка, это именно вот объект, которого в Java, насколько я понимаю, аналогов нет, хотя в принципе уже можно сделать с помощью кложеров и прочей магии. Но вот в Scala есть такая штука, которая позволяет сделать try-catch секции более functional style, что ли. Итак, в принципе все. Вы знаете, больше у нас тут никаких изменений нет, потому что как раз ивенты касаются только нашего command-хендлера. Давайте посмотрим, что у нас будет. Итак, снова запускаем Scala-приложение. Docker я не остановил, он работает. Что странно? Что, работает? Так, запускаем наш дорогой Spring. Ты дышь. Да, вот у меня тут listener, поэтому появилось больше в Vestedout. Ну что, давайте для начала вытащим… Что у нас тут происходит? А, я походу все-таки Scala не запустил. Ну, первый запуск Spark, как помните, он бывает долгим, это правда. Ну, вот теперь если мы будем делать, то он, собственно, вызывается просто и быстро. Итак, давайте теперь создадим еще один message, в котором у нас будет, например, какой-нибудь Greg. This is test message. На самом деле, я вам соврал, то был не Spark. Spark вот здесь вот. Внимательно смотрим. Тыщ-ты-дыщ, тыщ-ты-дыщ. Ну, может быть, где-то что-то и поломалось. Так, руки проще со Scala. Да, вот выполнилось. Но, на самом деле, я правда вам говорю, действительно, Spark требует некоторого времени, чтобы развернуть экзекьюторы, чтобы развернуть процессы, создать необходимые объекты, инфраструктуру, и последующие раны будут реально… Вот зараза. Мамой клянусь, оно работает быстро. Вообще, конечно, я запускаю все локально, но оно, правда, работает быстро. Это что-то ему здесь не нравится. Может быть, что-то у меня еще запущено на Mac. Я не все мог убить, освободить. Mac, кстати, очень себя паршиво ведет, когда очень мало оперативки. Вот оно уже дошло до предела, и все начинает дико тормозить. Поэтому я, может быть, еще на это… Oh, internal server error. No message available. Что-то поломалось. Все-таки что-то поломалось. Давайте посмотрим. Ага, по тайм-ауту message завершился. Беда, беда. Так, давайте еще раз создадим. Что-то ему сегодня не нравится. Видите, он за секунду выполняется. Хотя, по большому счету, пулинг у меня стоит 100 миллисекунд. То есть оно, конечно, чаще всего в пределах 100 миллисекунд. Правда. Я сейчас не буду, конечно, разбираться, почему оно так долго. Ну, этот exception, потому что Spring просто не дождался обработки команд. Беда. Но с этим можно жить. По большому счету, конечно, когда вы запускаете локально все, что только можно на одной машине, то, ну, как бы это режим разработчика. Ожидать от него быстро работы нет. Но я скажу вам, я видел результаты вполне сравнимые. Вот сейчас, например, 97 миллисекунд. Видите? То есть, ну, что-то ему не нравится. Вот сейчас вот секунда. Вот. Но вообще, если развернуть Spark нормально, как именно вот стендоун сервер, а не так, как я сделал из идеи и запустил, да, в local Spark контексте, то, конечно же, результат будет другой, он будет значительно быстрее работать. Но вообще это проблема. Проблема в том, что Spark он нацелен на срокут, а не на latency в некоторых нюансах. И мы к этой теме вернемся. В общем, вот такой вот примерчик. Давайте перейдемся к презентации, потому что мы, по большому счету, все, наверное, раскрыли. Итак, ретроспектива. Давайте мы как-то теперь просуммируем, что мы имеем, что мы получили, используя Spark. Если мы забудем вот эти досадные недоразумения, которые у нас были со Spark. Spark действительно стабильная штука. Его нужно правильно уметь готовить, он бывает капризный, но если все настроить, он будет вашим другом. Иногда будет делать гадости, но я думаю, что вы сможете быть к ним готовы со временем. Первая фишка, но это даже фишка не Spark, а фишка CQRS. У вас read и write-модели, разные приложения, вы их можете скейлить совершенно независимо друг от друга. У вас появляется возможность, помните, что в 90% случаев операции на чтение практически на любой системе, а только 10 приходится на модификацию бизнес-состояния. Поэтому вы можете скейлить write-модель большим количеством нодов. Spring в данном случае, в котором мы его разработали, скейлиться очень просто, просто элегантно. Соответственно, write-модель скейлиться хуже, но в Spark этот вопрос решается. Мы можем использовать Yarn, мы можем использовать Mezos, мы можем использовать Spark Standalone, который дает нам возможность спредить наши хендлеры на десятки и сотни машин. Правда, это действительно очень здорово получается. Еще один момент, связанный с диссерилизацией. Может быть, кто-то из вас знает, что если вы запускаете Spark-приложение и редеплоите его, и у вас что-то поменялось в коде, вот здесь вот в этом кложере, то Spark вам даст по рукам, но просто не сможет диссерилизовать, ведь Spark гарантирует вам exactly one стратегию обработки команд, месседжей в принципе, и он попытается диссерилизовать логику с того момента, в котором он ее остановил. И тут получается такая штука, что приложение просто зафейлится, и у вас нет другого способа. И вы, по сути, если, ну, единственный способ это потерять те чекпоинты, которые Spark использует. А если вы потеряете чекпоинты, вы потеряете те ивенты, которые вы не успели обработать. И это проблема. Но, кстати, у Spark появился файлбэк-опшен, это возможность сохранять офсеты в Kafka. Spark, на самом деле, до недавнего времени сохранял офсеты только лишь у себя на HDFS в чекпоинтах либо в локальной файловой системе. Теперь есть возможность использовать Kafka API, что очень классно. Но это в версии 2.1 появилось буквально недавно. Какая еще опция? Конечно же, throughput latency. В данном случае Spark не нацелен на создание высокотехнологичных быстрых slow latency приложения. Действительно, но вы не сможете построить приложение, которое вернет вам респонд за одну миллисекунду. Вот никак вы не сможете этого сделать. То есть, смотрите, я вам покажу буквально одно место, где я настраиваю Spark. У меня здесь пулинг, так называемый. Сейчас я вам покажу. Вот, видите. То есть, я создаю Spark Context, Streaming Context и говорю, пулить раз в 100 миллисекунд и вытаскивать из кавки месседжи, которые пришли к этому моменту времени. И получается, что те месседжи, которые пришли в начале вот этих 100 миллисекунд, они будут ждать 100 миллисекунд. Для большинства приложений это нормально. Но вот, например, мы работаем на компанию AOL через SIGMO, и нам нужно было очень высокопроизводительный раствор сервер написать. С latency меньше одной миллисекунды. Мы его сделали, но мы, конечно же, использовали Scal, Play, но мы не использовали этот подход. Там немножко другая была магия. Вот. Но Spark, тем не менее, хорош для вот этих вот сложных хендлеров, которые нужно скейлить. И если у вас их много приходит, то Spark здесь будет их сразу вытаскивать и сразу обрабатывать за эти 100 миллисекунд. То есть получается, что как бы вот этот batch обработается не позже, чем за 100 миллисекунд. Это очень здорово. Но об этом нужно помнить. Что еще? Проблемы идентифайеров. Вообще, это тоже интересная штука. Не знаю, кто-то заметил или нет. Идентифайеры, ну я, например, идентифайер генерировал во время передачи команды в контроллер. То есть я его нигде не осайнил. И фактически это как будто бы я его передавал извне. Строго говоря, у меня за генерацию хендлера отвечает не база данных. И в этом случае получается, что, ну вот мнение людей может разделиться. Все из вас наверняка, большинство из вас генерируют айдишники прямо в базе данных через автоинкремент. Это самый популярный подход. Но можно айдишник передавать сразу в райт-модели прямо из клиента. Такой подход часто критикуется, потому что вы не можете гарантировать уникальность этих идентификаторов. Но в мире с хешсумами и прочей хренью строго говоря, вот эти объекты, которые вы получаете, они действительно уникальны. То есть в каком-то смысле вы можете гарантировать их уникальность. Все равно стоит осадочек, но тот же игрокиан говорит, что это нормальный подход. И это дает вам преимущество, если вы будете айдишники генерировать на клиенте и передавать их ниже. Преимущество в том, что вы можете не дождаться этой команды либо ее пулить, либо идти дальше. То есть другие, если вы знаете, что команда выполнится гарантированно, то вы можете дальше какие-то бизнес-сценарии продолжить, не дожидаясь. Это может сэкономить очень массу времени. Но проблема такая есть. Eventual strong consistency буквально в двух словах CQRS дает вам eventual consistency. Если вы хотите что-то более строгое, вам нужно использовать либо distributed lock, либо roundtrip. Тут много есть в нем optimistic, pessimistic lock. Мир такой, он такой. Да, меня уже торопят. Ну и последнее, fault tolerance. Что общего, как вы думаете, между Spark и Mario? Чем? Между Spark и Super Mario. Это опасная штука, это опасная. Да. А еще есть одна штука, это три жизни. У вашего приложения, так же как у Mario, есть три жизни. Spark попытается сделать максимум, если, например, был какой-то network failure или что-то еще, он перезапустит. Он сделает все, что от него требуется, чтобы выполнить этот command handler. и это отличает от обычных enterprise приложений, где обычный exception приводит к тому, что ответственность сложится на клиента. Он должен там рестартовать транзакцию, сделать еще что-то. Здесь Spark сделает максимум усилий. Плюс он использует чекпоинт, если мы вообще упали и мы рестартаем, мы запускаемся с самого этого места, откуда мы были. Таким образом, те команды, которые у нас были в очереди, они обработаются, мы их не потеряем. Это очень классная штука. и на этом все. Пожалуй, благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ НАПЛОДИСМЕНТЫ ГОВОРИТ ПОOff try us out. ГОВОРИТoren АПЛОДИСМЕНТЫ